Драгоценная жемчужина Драгоценная жемчужина – это сборник из нескольких книг, нескольких работ, которые были опубликованы при жизни Джозефа Смита Какие работы туда входят? Первый документ называется «Книга Моисея» Это первая глава перевода книги «Бытия», которая была сделана Джозефом Смитом Перевод, на самом деле, ничем не примечательен, кроме одного факта Он совершенно не похож на то, что мы видим в нашем тексте Писания Это просто отсебятина, которую Джозеф Смит туда написал Библейский текст настолько дополнен откровениями, которые он получал от Бога, что фактически уже не узнаваем Ничего общего с ним нет Следующий документ – книга Авраама Это, наверное, наиболее известный документ изо всей книги «Драгоценная жемчужина» Что он собой представляет? В конце 30-х годов в тех районах, где жил Джозеф Смит и жили мормоны Проезжал бродячий торговец древностями, которого звали Майкл Чандлер Он возил с собой несколько египетских мумий и несколько египетских папирусов, которые всем показывал А в силу того, что эти рукописи вызывали большой спрос, он готов был продать их каждому человеку, кто хорошо ему заплатит И вот, когда приехала эта выставка передвижная в те места, где жили мормоны Там вообще была очень интересная история Дело в том, что мормоны к этому времени уже были уверены, что Джозеф Смит совершенно замечательно умеет переводить древние документы Он же перевел книгу мормона И перевел этот документ, в котором говорится, что Иоанн будет вечно живым То есть все эти вещи уже были И они, посмотрев, что эти рукописи там лежат Что привезли какие-то египетские документы Они побежали за Джозефом Смитом, чтобы попросить его прийти и посмотреть Может быть в этих бумажках есть что-то написанное о настоящем Боге Может быть в этих документах есть какое-то новое откровение от Бога Джозеф Смит приходит, смотрит на эти папирусы и объявляет, что на самом деле Эти папирусы это документы, которые были написаны рукой самого патриарха Авраама В то время, когда он жил в Египте Они тут же собирают деньги, покупают эти документы И Джозеф Смит принимается за их перевод В конце концов перевод заканчивается Джозеф Смит публикует эту работу под названием «Книга Авраама» Мы с вами немножко позже поговорим о том, что у него получилось Но эта книга одна из наиболее известных, скандально известных во всем корпусе мормонских писаний Далее в книгу «Драгоценная жемчужина» входит сочинение под названием «Джозеф Смит. Евангелие от Матфея» Это отрывок из перевода Джозефа Смита, перевода Евангелия от Матфея Где тоже есть некоторые дополнения Этот отрывок включает в себя стихи с 23 главы 39 стиха по 24 главу 51 стих То есть на самом деле очень короткий текст И в нем есть достаточно много серьезных дополнений и изменений В соответствии с откровениями, которые Смит получал Дальше входит туда несколько глав из истории Джозефа Смита Где он рассказывает о своем детстве О том, как он услышал впервые о золотых листах Как он получил и занимался их переводом На самом деле это очень маленький отрывок из многотомного издания «История церкви» Где очень подробно рассказывается история всех этих событий Но вот там есть только несколько глав Ну и наконец там есть документ под названием «Символы веры» Вот те самые 13 пунктов, восьмой из которых говорит о том, что Библия хороша настолько, насколько она правильно переведена А книга Мормона является словом Божьим Да, вот те символы веры, которые являются официальным вероучением Мормонской церкви Мормоны рассказывают об истории этой книги таким образом Первое собрание материалов под названием «Драгоценная жемчужина» было издано в 1851 году старейшиной Франклином Ричардсом Тогда членом Совета 12 и президентом британской миссии Целью этого сборника было сделать доступными некоторые важные статьи, которые издавались ограниченным тиражом во времена Джозефа Смита Книга получила широкое распространение и впоследствии стала образцовым трудом церкви В соответствии с решением первого президентства и генеральной конференции Которая состояла в Сонтлиг-Сити 10 октября 1880 года Получилась такая интересная история Все вот эти статьи или материалы, которые вошли в этот сборник При жизни Смита публиковались, но были очень малоизвестны В 1851 году некий Мормон решил их опубликовать, чтобы люди могли с ними познакомиться Но только в 1880 году и еще 30 лет спустя Мормонская церковь решила, что они все-таки являются писанием Священным писанием, то есть документами, на которых можно основывать свое вероучение Мы не будем с вами рассматривать подробно все документы, которые входят в драгоценную жемчужину Это очень долгий был бы разговор И на самом деле там очень много таких мелких подробностей, которые, возможно, вам не очень интересно Давайте поговорим с вами о самой известной, о самой скандально известной книге из этого собрания Которая называется «Книга Авраама» То, о чем мы уже начали разговор Те самые папирусы египетские, которые Джозеф Смит перевел, объявив, что это рукопись Авраама Написанная во время жизни Авраама в Египте Значит, несколько отличительных особенностей этой рукописи Во-первых, этот документ проповедует много Божия В этом документе конкретно говорится о том, что мир сотворили боги Весь наш мир сотворили боги Интересно, что во всем каноне мормонских писаний Ни одна другая книга не допускает существования многочисленных богов Все остальные книги исходят из того, что бог только один Единственная книга, в которой говорится о многобожии, это книга Авраама Поэтому для мормонского канона она очень важна Интересно, что рядом в «Драгоценной жемчужине» находятся две книги Одна книга называется «Книга Авраама», другая называется «Книга Моисея» Книга Моисея – это перевод первых глав бытия, которые сделал Джоус Смит А книга Авраама – это перевод тех самых египетских рукописей, которые он приобрел у бродячего торговца И несколько глав в этих книгах, они совпадают почти дословно Это описание того, как был сотворен мир Это описание есть и в книге Моисея, и в книге Авраама Отличие только одно Если в книге Моисея сказано «И сотворил бог землю, и увидел, что это хорошо» То в книге Авраама мы читаем «И сотворили боги землю, и увидели, что это хорошо» В книге Моисея сказано «И сказал бог, пошлю человека» Или не точная цитата, просто чтобы вы поняли, как это звучит В книге Авраама «И сказали боги, пошлем человека» Все то, что в книге Моисея в единственном числе, в книге Авраама приобретает множественное число Более того, книга Моисея конкретно утверждает, что есть только один бог Первая глава, шестой стих «Единородный мой есть и будет спаситель, ибо он преисполнен благодати и истины Но нет бога, кроме меня, и все сущее пребывает передо мной, ибо я все знаю» То есть, мало того, что книга Моисея описывает сотворение мира в единственном числе Говоря о боге одном, который все сотворил Она еще конкретно утверждает, что есть только один бог И другого бога быть не может Ну и помимо всего этого Богословие книги Авраама во многих отношениях противоречит библейскому богословию И не только в богословских моментах, но и в фактических моментах Например, помните момент, когда Авраам приходит к фараону И Авраам боится, что ему грозит смерть, потому что фараон может захотеть его жену И Сара лжет фараону, называя себя не женой Авраама, а его сестрой В библейском повествовании книга Бытия, 12 глава Эта ложь является всецелой инициативой Авраама Авраам предлагает Саре соврать Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре жене своей Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом И когда египтяне увидят тебя, то скажут Это жена его И убьют меня, а тебя оставят в живых Скажи же, что ты сестра, дабы мне хорошо было ради тебя И дабы жива была душа моя через тебя Однако в книге Авраама, 2 глава с 22 по 25 стих По совершенно непонятной прихоти Джозефа Смита Инициатором лжи является не Авраам, а никто иной, как сам Бог Бог предлагает Саре соврать, чтобы Аврааму не было плохо И было так, что когда я приблился к Египту Господь сказал мне Вот Сара, жена твоя, весьма красива собой А потому будет так, что когда египтяне увидят ее Они скажут, она его жена И они убьют тебя, а ее оставят в живых Поэтому смотри, поступи так Пусть она скажет египтянам, что она сестра твоя И останется жива душа твоя Бог предлагает Аврааму толкнуть свою жену на откровенный грех Солгать людям, сказать людям неправду Вот такая вот любопытная вещь получается Вообще история книги Авраама, она совершенно примечательна Она заслуживает совершенно отдельного разговора И сейчас у нас готовится к выходу фильм Который мы хотим выпустить на экраны К времени, когда мормоны будут открывать, освещать свой храм в Киеве Этот фильм полностью рассказывает историю того, как появилась книга Авраама Но буквально в двух словах история такая Первую часть истории вы уже знаете Джо Смит переводит эти рукописи Потом издается книга Авраама И все люди считают, что это нормальный настоящий перевод Более того, Смит настолько далеко зашел в своих претензиях на роль хорошего переводчика Что он составил даже египетский словарь и грамматику То есть, вот, словарь египетского языка И сохранились его дневники, в которых он занимался переводом Как выглядели эти дневники? Вот если представить себе дневниковую страничку Две колонки Узкая колонка слева И здесь текст перевода Один маленький иероглиф И по 20-30 строчек текста к каждому Получилось так, что когда после смерти Смита Мормоны вынуждены были бежать Документ оказался в музее И в музее, где хранился документ Произошел пожар И считалось, что документы сгорели Они исчезли, их больше не существует Но однажды, совершенно случайно Один из работников музея копался в архивах И вдруг нашел там подборку египетских папирусов Это те самые папирусы С которых Иосиф Смит делал перевод Книги Авраама И тут Мормонская церковь Понимает, что у них Открылась совершенно невероятная возможность Ведь золотых листов Сейчас уже больше нет И проверить, насколько Смит хорошо перевел Эти золотые листы Нам просто нет возможности Но эти-то бумаги существуют И у них есть возможность доказать Раз навсегда всему миру Что Джозеф Смит даром и силой Божьей Не зная египетского языка На самом деле правильно перевел этот текст Что делает Мормонская церковь? Она приглашает четырех египтологов Один из которых был мормоном И трое были не мормонами Для того, чтобы они независимо друг от друга Сделали перевод этого документа И подтвердили, что перевод Который был сделан Джозефом Смитом На самом деле является правильным переводом Что все там совпадает с тем, что было в оригинале Четыре египтолога Независимо друг от друга Делают перевод этого документа И оказывается, что ничего общего Между переводом Джозефа Смита И оригинальным документом Не существует Потому что в оригинале Этот документ носит совершенно языческий характер Это документ, в котором рассказывается О путешествии некоего человека по имени Гор По загробному миру Где он встречается с богами Анубис Осирисом и прочими богами египетского пантеона Таких документов в истории египтологии масса Это то, что называется книгой дыхания Или египетской книгой мертвых То, что обычно клали умершему египтянину На грудь или под голову Документ, в котором описывалась Его будущая загробная участь Из этого документа Джозеф Смит При помощи своей богатой фантазии Выявил целое повествование О жизни Авраама в Египте О том, как нечестивые египетские жрецы Чуть не принесли его в жертву Более того, Джозеф Смит сделал еще одну Очень интересную вещь Те документы, которые попали к нему в руки Они были не полны Там какая-то часть документов была утрачена Джозеф Смит, для того, чтобы опубликовать Картинки этих документов в своих Произведениях, в книге Авраама Он дорисовал отсутствующие элементы Просто дорисовал И современные египтологи, когда они смотрят на эти картинки Они говорят, мы отлично знаем, что на этих картинках должно быть Потому что таких картинок у нас есть много Мы их видели не один раз Мы знаем с точностью, кто на этих картинках нарисован И как они должны выглядеть То, что нарисовал Джозеф Смит Не имеет ничего общего С тем, как эти картинки должны выглядеть на самом деле И помните, я говорил о том, что среди четырех египтологов Которые занимались переводами Был один мормон, вот этот мормон ушел из мормонской церкви После того, как этот перевод был сделан Вот такой вот самый большой скандал в истории мормонской церкви Связанный с конкретным переводом, который Джозеф Смит делал И объявил его священным писанием Книга Авраама, часть драгоценной жемчужины, которую мормоны до сих пор считают священным писанием Большое дело начинается с малого пожертвования И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек Поддержите наш проект молитвой и финансами О чем молиться и как пожертвовать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok